здравствуйте люди ну что сегодня вытяжка время можно контролировать 10 утра я уже все приготовил нет не означает что 10 утра на работу пришел я тут уже как папа карла фигач значит завязал дополнительно машину я когда-то показывал там болты приварена такая шиночка 5 миллиметровая что далеко заходило все завязано домкрат не дает опускаться вниз над натянута вот так хорошо натянута аж задняя лапа начала трещать это натянута есть снизу ничего не мерил потому что тут не мерить по сути пока ничего не надо единственное что померил от углов я померил вот этих вот эта точка это у нее симметричная это и вторая я только померил что до конца смысла не мерить нету до этого момента все ровно я померил что на полтора сантиметра и все ушло сдвинулась на туда на полтора сантима блины кстати вот этот вот этот край тоже показано полтора сантима то есть здесь особо ничего не потерялась здесь она как бы сильно не жалость но но что-то жалость по-любому потому что где у нас 2 у них ясит складка брыж такой же залезла все туда я думаю будем тянуть разровняется в общем наша задача завязаться заложен и потащить на полтора сантиметра не туда не туда строго назад когда будем назад сюда тащить тогда панель туда уйдет крыло завернется зазор будет нормальный это так сомневался что с этим делать менять или не менять этот агрызок думал может вот так поменять фигушки пришла запчасть по крыше обрезанная очень много намного даже не надо по порогу мало вроде средняя стойка должна покупаться фиг его знает купится не купится пока работаем в надежде что не купится но будем надеяться что купится пришла четверть нее отсверил кусок на который нам по идее нафиг не нужен вот так пришла дырка какая-то полу наверное это правая рука была опять же нет не важно все остальное одинаково нет у нас этой штуки еще эту штуку погнули козлы нету этой штуки значит эту штуку мы оставляем сейчас придумаем все как зацепиться и будем тянуть от сверлим вырезаем кусок чтоб нам прицепить туда зажим захват за лонжерон зацепить сегодня не будем углубляться в видео про замеры размер это миллиметры показывать как всего меряется не надо сегодня будем смотреть выдержку я так думаю потому что мне так прочь это по работаю значит пошел отнес нивелир на ту сторону направил на центр отверстия ну да как же я направилась а ну них я не в центре ладно считается центр сделал черным маркером нет меточку он нивелирка бьет принес нивелир сюда теперь мы вот тоже это от фонаря сделали точку теперь видим стоит стойка выше на на мере по 5 миллиметров на миллилитров всем показывать сейчас поставил эту штуку поставил две лапы вместе потому что возможно полет зажима будут как раз будут лапы лететь ну и тянем стучим гупаем поставил гидравлику вот так отдел трубочку потому что у нас чем чем гидравлика вот так стоит прямей тем хуже чем лежит больше тем лучше поэтому вот так хочу показать всего лишь один момент а потом будем работать смотреть видно направил нивелир на направил нивелир на болт футбол прямой поэтому так и нравится вот гидравлика еще она вот болтается это я рукой давлю то есть если вы скачать 8 9 10 видно да как на сантиметр почти ланджерон ушел а теперь давайте посмотрим на эту точку блин на эту точку на вот эту сейчас на 10 сантиметр сейчас на сантиметр ланджерон уже ушел а теперь на эту точку да вот а я отпускаю гидравлику чик поднялся на сантиметр поэтому все я работаю вы смотрите а Продолжение следует... 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 попадает он видно зума видно центр какой не на есть центр вот эти столбики сейчас относительному короче подносили всего стоят ровно здесь ничего не не стоит не домкрат не стяжка а вот она качу тебя по немножко на тянута ну пусть пока будут натянута это отпущено я показывал да не верите людям надо верить вот вообще чтобы она как сопля было нивелир на точку я оставил маркером . сейчас светит на маркер это у нас вот и центр этого отверстия это стойка стоит тоже в идеале ой блин я не то показываю извините тоже стоит в идеале центр поэтому я уже зажал лапу дверь видно слышно вообще не бьет дверь к сейчас чуть подпрыгают при открывании это правильно потому что мотор же дают есть с одним с одной дверью разобрались дальше столбик ровно столбик ровно на целой стороне из такое овальное отверстие вот сейчас луч бьет центр этого овального отверстия у нас лучше здесь ниже на миллиметра 4 не буду пока насиловать вниз это все не надо зачем все равно нам этот угол весь надо оттащить на вален почти на сантим если не более потом будем тащить тогда уж подкорректируем тем более есть шанс что мы все поменяем нафиг хотя блин она целая не знаю можете не поменяем может поменяем дальше вот эта складка которую я очень боялся которую мне говорили не выровняю или не говорили это я не помню складки у нас нету когда я тащил изначально лонжерон вот этим вот этой гидравликой туда и когда я понял что что-то оно не идет особенно вот а складка и угол что-то не опускается я поставил дополнительно сюда свою маленькую растяжку и когда у меня там уже было очень натянута я потащил вниз у меня-то гидравлика послабло полностью то есть можно было заложил сильно не тащить нужно было вот тут ломануть было классно а так я когда переломал это . уже было очень много вниз не не знаю нас этим сантима полтора она ниже было просто сейчас так что-то опять подпрыгну так последним будем по резьбам заднее крепление балки сейчас в идеале там светит на краеш на краешек здесь видит на краешек то есть все идеал дальнее крепление сейчас светит а вот на на самый кант здесь у нас ниже на 23 миллиметра тоже пока это не будем дотягивать она нам ни к чему все равно моего менять будем значит правая передняя дверь здесь ничего не поменялось есть по сути тоже ничего не поменялось все нормальненько зазорчик зазорчик двери к чуть подпрыгают когда машина заехала дверька падала когда на стапель поставили это хорошо немножко падает кстати пока там вижу что эту дверь надо опустить конечно видно нет насколько эту дверь надо опустить тогда здесь уменьшится немножко уменьшится здесь по сути чего чуть увеличится будет хорошо ну да дверь к подпрыгают но это потом уже потом выставим с этим всем разберемся ваще не проблемы есть и тут у нас все класс двери не вверх не вниз как то так отлично все работает так что еще показать я надо все 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 что показать как я говорил это надо сюда немножко потащить надо до косяченьки сломали сам прикол что я не знаю здесь сколько контов лишних что я в упор не знаю как оно должно быть поэтому как как будет таки будет вышли тех кто-то и скиньте в контакт хоть фотку дна как тут должно быть один кон второй третий я в упор не знаю ну получится найти машину посмотрим не получится не повезло людям будут ездить с тремя складками кстати клиент дядя вова мы еще первый день ремонта с юркой решили что нам надо стойка поэтому нам надо стойка юрка был сказал звони пусть режут как-то так как-то так потому что порог у нас идет до этого момента у нас нету этого куска порога не есть он сейчас покажу вы же хотите машину себе оставить это же ваша любимая машина то есть рифтовать вот этот часть что у меня нет вообще желания никакого потому что у нас порог идет а вот до этого момента вот этого нет это косяк рифтовать как неохота тут бы кусок порога тут бы кусок стойки средний поняли да вот здесь пофиг как хоть у так но вот эту обшиву я поменял бы чик чик или кусок порога надо понедельник мы займемся наверное этой полкой мы пока не займемся понедельник нам теперь нужно этот весь угол оттащить я даже боюсь мере час сейчас померим офигеем чуть ли наверно не на 2 сантима кто-то мне говорил чтобы я не 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 показывал свою слабость и не говорил фраз ой это я не знаю как сделаем ой а здесь я не знаю почему так а был уверенным себе не не я не хочу быть уверенным себе я и так уверенный мы с вами разгадать мы с вами как бы вместе эти загадки разгадываемся поэтому 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 все правильно я говорю до чего померяем есть отверстие у нее еще такие все отверстия нифига не одинаковые вольная вольная так давайте померим знаете как это центр зацепимся 70 без миллиметра это для меня здесь по-любому закон был час меньше на сантим минимум 70 бизнес сейчас померю очень обучаю я с вами я с вами по мере так сейчас другую сторону проконтролируем 70 9 и 5 9 и 6 доцепил 9 и 6 здесь вообще фанты о чем не казалось на 2 сантима в лузер да в опозорился по-любому короче надо туда тащить вот что я говорил пока до этого момента померим 1 и 5 от отверстия 1 и 5 здесь у нас единичка 5 миллиметров диагонально туда как-то мало я мерил было больше ну да на сантим 5 миллиметров будет неправильно ладно может еще все-таки угол туда надо будет подать чуть-чуть короче надо шабашку что я начинаю понимать что я переработал расскажу в чем я лоханулся конкретно лоханулся я не ожидал что так будет я вот смотрю этот угол очень затянут туда видно по отношению к стапелю как он затянут но я же говорил вам было сантиметра потянуть потянуть оказывается у нее у нее этот кант для порога а этот кант под резинку и ткан под резинку они нифига не в одной плоскости лежат и он поставил правило на другую сторону померил сделал от канта до канта семерочку типа 7 вот семерка до конца семерка ну и по всей логике вещей должна быть семерка оказалось нет оказалось там четверка оказалось четверка должна быть вот а я чуть подумал вот этот три сантиметра думаю надо будет вытягивать на самом деле тут действительно 5 миллиметров 6 вытащим вытащить надо и все они как я подумал бывает ошибся с кем не бывает ладно все всем удачи всем пакета понедельник нам привезут подрамник будем мерить еще по подрамнику все размеры потому что есть у меня все эти размеры и сейчас здесь было меньше на сантиметр я красную штуку свою которая там но он живу не прицеплена цеплял это тянул сантиметр хотел вытянуть вытащил 5 миллиметров 5 осталось потом плюнул и бросил зачем все равно его меняю если что потом отдельно его срежем канты оставим потянем дно и все тем более усилитель ровный я не вижу что усложило всем удачи всем пакета